В одном из наших предыдущих видео мы проводили опрос, о каком герое вселенной Overwatch вы бы хотели услышать в ближайшее время. И помимо грызуна в собственноручно... лапками сконструированном роботе, чья история и влияние на мир пока что так же мала, как и срок его хомячьей жизни, вы предпочли услышать историю героев из Старой Гвардии. Поэтому сегодня в рамках истории Overwatch мы расскажем вам про Габриэля Райса. Того, кто в своей борьбе со злом не стеснялся в применении любых доступных средств. И в результате, перейдя черту, превратился в одного из тех, от кого старался защитить этот мир. Того, кто... Эй, постойте. Так что ж, похоже сегодня мы разберем историю самой юной участницы организации Overwatch. Итак, приступим. Лена Окстон родилась в Лондоне незадолго до окончания первого амнического кризиса. Детство и юность Лены пришлись на момент расцвета организации, поэтому нет ничего удивительного, что ее мечтой было вступление в ряды Overwatch в качестве пилота. Энергичная и беззаботная, но в то же время храбрая и решительная девушка быстро обратила на себя внимание и была принята в организацию, став не только одной из самых молодых участниц команды, но и самым юным ее пилотом. На службе за ней был закреплен позывной Трейсер, который быстро привязался к бесстрашной девушке-пилоту, и под которым она станет известна в дальнейшем во всем мире. Вызвавшись добровольцем в новую испытательную программу, Окстон стала первым испытателем разрабатываемого в то время прототипа межпространственного истребителя Супервспышка. Тогда Лена и подумать не могла, что неисправность в телепортирующей матрице Супервспышки превратит ее из талантливого пилота в легендарную героиню и одного из самых успешных агентов Overwatch. Из архивов организации Overwatch Запись инцидента номер один Через 630 часов пилот-испытатель Лена Окстон прошла проверку и активировала телепортирующую матрицу OWX-01 Супервспышки. Запись инцидента номер два После нескольких часов без визуального и радиолокационного контакта Супервспышка была посчитана разрушенной, а Окстон была отмечена как пропавшая в исполнении. При проведении испытаний в системе телепортирующей матрицы OWX-01 Истребителя произошел сбой. В результате этого Супервспышка исчезла у всех на глазах вместе с Окстон на борту. Несмотря на активные поиски и расследование инцидента со стороны Overwatch, никаких следов пилота обнаружить не удалось. Словно она в мгновение ока исчезла из этого мира. Или же из этого времени. Несколько месяцев девушка считалась пропавшей без вести и погибшей, пока в один день не появилась вновь невредимой. Оказалось, что в результате поломки телепортирующего устройства возникла хронологическая диссоциация. Молекулы тела Tracer рассинхронизировались с временным потоком нашего мира. Окстон могла появиться на несколько мгновений или даже дней, а потом столь же мгновенно исчезнуть на несколько месяцев. Вдобавок ко всему, даже пребывая в настоящем времени, девушка не могла сохранять свою физическую форму, оставаясь бестелесной. Долгие месяцы лучшие врачи и ученые Overwatch, в том числе Ангела Циглер, пытались найти способ вылечить Лену. Но несмотря на богатый опыт в излечении различных травм и увечий на поле боя, вылечить ту, кто, можно сказать, даже не находился в этом мире и времени, было не под силу. Долгое время судьба Окстон оставалась под вопросом, пока на помощь Tracer не пришел гениальный ученый, а в дальнейшем ее лучший друг Горилла Уинстон. Запись разработки номер 3. После недель неудачных попыток, агент Overwatch Уинстон разработал совершенно новое решение. Финальная запись номер 4. Окстон теперь снова удерживается в настоящем времени. По рекомендациям, она была переведена из полетных операций в боевые тренировки. Разработанное Уинстоном устройство якорь, в дальнейшем названное хроноускорителем, не только позволяло девушке оставаться в настоящем времени и быть осознанной, но и позволяло ускорять себя или возвращаться во времени на несколько секунд назад по собственному желанию. И хотя ситуация с хронологической диссоциацией была благополучно решена, с карьерой Окстон как пилота была покончена. Она была переведена в боевое подразделение организации, где приступила к интенсивным тренировкам, осваивая открывшиеся ей возможности. Даже несмотря на то, что с мечтой стать пилотом пришлось попрощаться, Tracer всегда оставалась оптимистичной и считала, что способна применить свои новые способности во благо человечества. Под руководством Ангелы Циглер и Уинстона, следивших за ее состоянием, Окстон добилась выдающихся результатов, став одним из лучших агентов. Первым серьезным испытанием для новоиспеченного кадета стал мятеж на Кингсроу в Лондоне. Возмущенная и встревоженная событиями, происходившими в ее родном городе, Рейсер настаивала на отправлении в Англию спасательной миссии, чьей главной задачей было бы устранение мятежа, поднятого террористической группировкой омников «Нуль Сектор». И хотя деятельность организации Overwatch на территории Англии на тот момент была под запретом, решительность и самоотверженность Лены передалась ее непосредственному командиру Джеку Моррисону. Вместе с Вильгельмом Райнхартом, Торбьерном Линхельмом и Ангелой Циглер, Лену Окстон отправили на ее первое боевое задание, которое было успешно завершено. Что примечательно, свою знаменитую фразу «The cavalry is here» девушка придумала не сама, а позаимствовала у Торбьерна, который проронил ее вскользь при первой встрече с Трейсер. Вот уж действительно, талантливые люди копируют, а великие вор... Эм, что-то мы увлеклись. Еще одним известным нам заданием была поимка одного из лидеров Когтя Кулака Смерти в городе Нумбани. Команда, состоявшая из Трейсер, Уинстона и Гензи Шимады, вступила в бой с противником и чуть было не проиграла. Ловкий и обладавший невероятной силой Кулак Смерти отправил в нокаут получеловека-полумашину Гензи, после чего поймал Окстон и вырвал ее хроноускоритель, вновь запустив процесс хронологической диссоциации. И если бы не помощь вовремя подоспевшего Уинстона, преступник мог бы сбежать и продолжить дальше терроризировать африканский город. После победы в бою, горилла-ученый не только отправил Кулака Смерти за решетку, но и починил хроноускоритель, в очередной раз вернув Трейсер в наш мир. Помимо неуемного оптимизма и решительности, героине сегодняшней истории не чурается духовных вещей. Так, во время общего сбора агентов Overwatch Уинстоном, она присутствовала на речи Текхарты Мандаты и даже пыталась защитить его от убийцы Когтя, роковой вдовы. Но, к сожалению, безуспешно. Несколько позже, в разговоре с омником-монахом из Шамбалы, она признается, что речи Мандаты как ничто другое ее вдохновляли. Во время этого инцидента, Ахиллесова-5 девушки и ее хроноускоритель вновь был выведен из строя. В настоящее время Трейсер продолжает борьбу в качестве искательницы приключений вместе со своим другом Уинстоном, при этом действуя вопреки акту Петраса, запрещающему любую деятельность агентов. В музее героев они помешали роковой вдове и жнецу украсть перчатку кулака смерти, но их действия были показаны в новостях и рассмотрены по акту Петраса как нелегальные и нарушающие закон. Так что на данный момент легендарная героиня в глазах общественности выглядит ничуть не лучше преступников, с которыми она непрестанно ведет бой. И хотя поток событий и происшествий так и норовит смести девушку прочь, Трейсер успевает находить в своем плотном геройском графике время и наличную жизнь. Ведь что может быть лучше, чем в канун Рождества, не забыв остановить по дороге домой пару воришек и случайно получив от благодарных людей подарок к празднику, вручить его своей девушке Эмили, получив от нее страстный... Эй, дай посмотреть! Что ж, удастся ли Трейсер вновь вернуть себе и всей организации Овервочи доброе имя? Будущее покажет. Но не стоит волноваться, ведь время всегда на ее стороне. На этом наш выпуск подходит к концу. Пишите в комментариях историю какого героя вы хотите увидеть в следующий раз. Ставьте лайки, если видео вам понравилось и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также нажимайте на колокольчик, ведь все любят колокольчики. Особенно Ютуб. У нас с ним личные счеты. Ну а если вам очень понравилось, вы можете поддержать наше творчество на сайте Патреон. Все ссылки, как обычно, в описании. Всем пока!